Самоходные гаубицы со снаряда 2 мм 2С1 Гвоздика в основном предназначены для подавления и уничтожения, а также артиллерийских расчетов противоположной стороны. С дрона все крайне понятно. Ответного огня с территории комбината на удары сил Донецка не наблюдаем. А вот с живой силой, как говорят на позициях, повозиться еще придется. Проведя серию первых залпов, батарея корректирует цели и бьет снова. В основной боекомплект гаубиц входят вот такие осколочно-фугасные снаряды разной модификации с максимальной дальностью стрельбы 15 км. В зависимости от тактических задач стрелять могут и осветительными, и дымовыми боеприпасами. Скорость 690 метров в секунду. После очередной серии залпов Азовсталь мгновенно погружается в черное облако. Донецкие военные говорят, с засевшими на Азовстале украинцами церемониться больше не собираются. И вот такие красные агитационные боеприпасы с тысячью листовок в каждом, как последний шанс на относительно мирный сход. Тем более тогда, когда за дело берутся уже специальные штурмовые группы. Он прямо сейчас направляет вот такие листовки, то есть заряжает их в боевые снаряды, и срабатывает в определенное время взрыватель. И порция этих листовок, там их всего 4000, направляются именно по месту назначения. В Мариуполе, который сейчас, можно сказать, на 90% пережил самая страшная, ситуация относительно спокойная. Но все равно безопасность никогда не бывает лишней. И поработав на востоке города, перемещаемся по всей его окружности против часовой стрелки на юго-запад в Приморский район, к морскому порту. По пути слышим в радиоэфире обращение к военным на Азовстале. Ваша команда не сбежала. Резервы разбиты. Помощи не будут. При дальнейшем сопротивлении вы обречены на смерть. Ваш единственный шанс выжить, это сложить оружие и улететь из Мариуполя. По дороге встречаем гуманитарные конвои МЧС, переправляемся уже через наведенные военными понтонные мосты. После знака до Мариуполя 7 километров, минуты, и мы на месте. Вот так сейчас выглядит Приморский район города. Точнее, то, что от него осталось в результате боев. За Приморским районом небольшой спуск, с которого уже виден наш пункт назначения. Разговоров о котором было не меньше, чем о комбинате Азовсталь. Это краны того самого торгового порта, морских ворот Мариуполя, за которые шло противостояние в первой декаде апреля. Не без труда, но все-таки заезжаем на территорию. И здесь напоминание о тяжелых боях повсюду. Изрешеченные пулями и осколками суда. Разбитые промышленные здания. Обломки военной техники. Попытки прорыва националистов возможны всегда, но отступы все к порту перекрыты. Там же есть еще черта города, которая тоже контролируется войсками. А до порта со стороны Азовстали довольно-таки большое расстояние. Порту обстановка сейчас довольно-таки спокойная. Но вот здесь мы подошли к боевому катеру Кременчук. Несмотря на то, что это гражданский морской порт, да, здесь швартовались не только торговые суда. После обострения обстановки заходили в гавань и военные корабли. Кроме артиллерийского катера Кременчук, теперь под водой, в масляном пятне, сгоревший. С инженерной точки зрения морской порт Мариуполя не менее сложный объект, чем Азовсталь. Были опасения, что именно на таких локациях увязаны...